Let's get loud! Let's get loud! У него плохой скверный характер. И have a sweet tooth. Дословно иметь сладкий зуб, но это быть сладкоежкой. She has a sweet tooth. Она сладкоежка. Tooth teeth. Зуб. Зубы. Сегодня мы с вами продолжаем тему выражения с глаголом have и узнаем новый глагол, который нам нужен для образования определенной конструкции. Это глагол let. Let – это разрешать, позволять. И он широко используется в значении Давай, давайте что-то сделаем. Let's have breakfast. Давайте позавтракаем. Теперь выясним, что же за апостроф и is. Это сокращенное слово us. Что такое us? Мы с вами знаем из самого первого видео слово me, мне, меня, образованное от места имения I. Us точно так же образовано от места имения we и отвечает на вопрос кому, кого, с кем и так далее. То есть us мы можем перевести нас, нам, с нами, о нас и различные другие варианты. И получается let us, если дословно, разреши нам, нам с тобой что-то сделать. Ну, мы переводим это Давай, давайте. И получается let's have breakfast. Давай позавтракаем. Еще одна фишка английского. С глаголом have используются другие глаголы, которые переходят в существительные. И перед ними нужно ставить e. Тогда они приобретают значение некого кратковременного действия. Чаще всего мы переводим это на русский язык глаголом с приставкой по. Сейчас узнаем. Мы уже знаем глагол talk. И, например, мы скажем let's have a talk. Давай поговорим. По. Вот наша приставка по. Давай поговорим. Еще есть глагол говорить, болтать. Именно вот, ну, практически ни о чем. Это chat. Мы знаем с вами интернет-чаты. Let's have a chat. Давай поболтаем, да, потрепимся о чем-нибудь. Smoke. Курить. Let's have a smoke. Давай покурим. Swim. Плавать. Let's have a swim. Давай поплаваем. Try. Пытаться, пробовать, стараться. Let's have a try. Давай попробуем. Давай сделаем какую-то попытку. Ride. Кататься, ездить верхом. Ну, кататься, например, в парке, там, на каких-то качелях, каруселях. Let's have a ride. Давай покатаемся. Повторим то, что мы успели узнать в этой порции. Let – это разрешать, позволять. Очень часто он используется в побудительной конструкции let's. Да, давай, давайте что-то сделаем. При этом s – это us, нас, нам, с нами, а нас. Образованное от места имени we. И если мы после have ставим другой глагол, перед ним ставим еще артикль э, у нас получается какое-то кратковременное действие. Let's have a talk. Давай поговорим. Let's have a chat. Давай поболтаем. Let's have a smoke. Давай покурим. Let's have a swim. Давай поплаваем. Let's have a try. Давай попробуем. Let's have a ride. Давай покатаемся. На этом все и до встречи в следующем видеокурсе 100 английских слов за час Helen C.